здравствуйте дорогие зрители моего канала я вот на таком поле где цветут одуванчики сейчас конец апреля 2020 года и если смотрите какие-то такие камашечки ну типа пчелки должны вообще-то летать уже на этих одуванчиках и они что-то там собирает какой-то нектар значит и для нас для людей эти одуванчики очень полезны я хочу сделать так называемый мед с одуванчиков вот я собираю мне нужно собрать их из 400 одуванчиков это у меня получилось уже половина как раз одуванчики нужно собирать в таком месте и далеко машины у нас 2020 год машины ездят очень редко я на поле которые возле нашей школы вот площадка свободная совершенно нет ни детей не взрослых ну вот такое вот место как работает пчелка говорят работает как пчелка на улице прохладно ветер она все равно трудится для того чтобы сварить мед с одуванчиков мне нужны еще сахар вода и лимонный сок или же лимонная кислота сначала буду варить сироп и на пол килограмма сахара я беру пол литра воды и ставлю это на огонь варить буду на среднем огне и помешивать до тех пор пока сахар не растает и вода не закипит самих цветочков у меня получилось 100 грамм ровно 100 грамм здесь конечно есть не только вот эти вот желтые лепестки а есть и чашелистники есть которые дают будут давать конечно какую-то горечь этому меду ну мед же жены и должен горчить а так как эти это этот мед он очень полезный для желудочно-кишечного тракта для печени для почек то горечь она как раз и не то что не помешает а даже будет способствовать улучшению нашего здоровья и скажу вам что накануне прошли хорошие дожди поэтому цветы очень чистые и простояли вот в комнате где-то уже больше двух часов прошло время если вы там были какие-то камашки какие-то там ненужные нам насекомые они бы уже давно себя показали а так хорошая чистая сырье для того чтобы мы сварили качественный мед еще до того как даже закипит этот сироп сахар уже растаял поэтому доливаю сюда 2 2 чайных ложки лимонного сока погружаю лепесточки цветочки одуванчик а сюда в эту уже такую сладкую жидкость и оставляю закрытой крышкой крышкой настаиваться до температуры охлаждения ну где-то до комнатной температуры то есть практически на несколько часов через два часа когда она практически полностью остыла я опять ставлю его на огонь и довожу до кипения довожу до кипения и сразу же опять выключаю огонь и оставляю настаиваться до до охлаждения до комнатной температуры конечно при 40 градусах все полезные вещества которые есть здесь в этой таком ценном очень цветочки они по всей видимости где-то уходят но все равно кипеть долго этому меду я не все-таки не даю потому что мед при кипении тоже разрушается все его ценности вот ну а так нам вот хочется что что-то было такое вот вкусненькое аромат ненькая ну какой-то степени все-таки полезную досмотрите это видео до конца и я вам покажу что я в конце все-таки сделаю с этими с этим таким очень ценным цветочком как бы цветы от бога говорят это цветы которые просто нам даны как пишут что если у нас будут такие цветы мы никогда не умрем с голода потому что вы знаете что можно употреблять здесь не только цветы а и листочки осенью можно заготавливать корешки делать часть корешков одуванчика очень вкусные салаты с листьев одуванчика практически весь цветок можно использовать в целях для того чтобы пополнить свой организм витаминами минералами микроэлементами всем тем нужным что у нас нам как раз и не хватает в этот такой период года весной 15 минут провалился этот мед с одуванчиком выключаю огонь и оставляю на какое-то время чтобы она остыла все берем марлей в два слоя и выливаем вот отсаживаем его отсаженную жидкость ставлю на огонь и довожу до кипения после закипания выливаю банку на второй день прошла ночь хочу показать вам какое же получилось у нас варенье или как его называют мед но мы готовили его как мед мед получился прозрачным он не кристаллизовался не засахарился вот такого красивого цвета ну что еще придумала я вот эти вот выжимки я их не выбрасывала я разделила на маленькие такие шарики и вы знаете они очень вкусные если взять и пожевать то очень ароматно вкусно и я думаю что я их положу в морозильную камеру кулечек и они там заморозятся и если надо будет то зимой можно даже их добавить в чай и будет очень вкусно но лучше всего конечно эти одуванчики эти цветочки употреблять в пищу просто в живом виде я никогда их не ела сейчас попробую вам скажу какие они на вкус да это горечь это горьковато сладковатый такой вкус вот и и вы можете попробовать я думаю что таком живом виде они несут лучше всего нам пользу дают пользу для организма очень приятно пахнут очень долго они цветут и естественно для нас это какой-то подспорье для улучшения и иммунитета и нашего настроения и нашего просто нашего здоровья поэтому делайте вот такой мед сушить эти цветочки замораживайте их и будьте всегда здоровы до следующих видео до новых встреч! до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok